Здравствуйте, с вами Зоя, и сегодня мы с вами посмотрим, вы, наверное, уже посмотрели, многие, я думаю, уже посмотрели, но такие, как я, которые всегда не в теме и опаздывают на поезд, это для меня это что-то новое, вот, и, значит, это товарищ Антон Лапенко. Лапенко, Лапенко, видите, я настолько не в теме, что я даже не знаю, на какое, значит, слог-то ударение ставить, неважно, главное, вот Антон, у него свой канал есть, я вообще первый раз, я первый раз его увидела у одного из моих друзей в Инстаграме, значит, он выставил там какой-то ролик от него, ну, там совсем вкратце было, как я поняла, народ считает, что это что-то очень смешное, и мне, меня это заинтересовало, поэтому я решила вот на камере чисто посмотреть, показать свою настоящую первую реакцию. Для начала, я думаю, хорошо было посмотреть вообще на его страничку, ознакомиться с тем, что он делает, но не слишком глубоко, я не собираюсь читать комментарии, чтобы мнение других людей, оно как бы не влияло на мое. Так, и кошка моя, конечно же, как только я начала снимать, собралась куда-то выйти, подождите, дать ее выпущу. Иди, иди. Так, все, значит, кошечку выгнали, точнее, она сама выгналась. Давайте зайдем на его страничку в Инстаграме и посмотрим. Насколько я понимаю, у него в основном репертуар это видео, вот, и на Инстаграме можно довольно-таки много их посмотреть. Значит так, давайте посмотрим. Вот он, собственно, наш Инстаграм. Антон. Follow. Ого, у него почти миллион подписчиков. Наверное, скоро уже миллион будет. Но у него всего лишь 811, значит, этих, как по-русски-то это, ну, в общем, posts. Сериал. Окей. Ага, на Ютубе, значит, у него сериал есть. Но, может быть, потом как-нибудь посмотрю. Но сегодня я вот ознакомлюсь с его Инстаграмом. Так, для начала давайте я вот нажму на вот этот плакат. Так, я комментарий читать не буду. Не буду, не смотрю на комментарии, чисто смотрю на плакат. О, я думала, эта фотография, это рисунок. Здорово. А, значит, тут двое людей. По плакату, мне кажется, это все один человек. Разные образы. Мне уже нравится. Так, прежде чем я буду смотреть видео, давайте я правила установлю. Значит, правила такие. И поскольку, насколько я понимаю, это Антон, это он юморист, я постараюсь смотреть его видео, не смеясь, не улыбаясь тоже. То есть, такая будет реакция без реакции. Не знаю, кому хочется смотреть на реакцию без реакции, но, может быть, кому-то будет интересно. Я надеюсь. Даю себе, сколько мне попыток дать? Три? Бог любит троицу. Да. Три попытки. Значит, три попытки не смеяться. Если я три раза просмеюсь, то все, на этом, значит, просмотр заканчивается. Кошачьи волосы везде. После трех провалов все. Игра окончена. И просмотр тоже. Так что я постараюсь, насколько возможно, не проиграть. Окей. Ну, начнем. Значит, не будем смотреть вот эти премьеры. Это все сериал, наверное. Поэтому вот с вот этого видео и начнем. Надеюсь, что звук будет. Давайте звук я так вот зашкалю. Паши, поехали. Про диагональ он сильно, конечно, сказал. Я чуть не улыбнулась. Ну, я тоже, наверное, слива, слева перепутал. Это палит лазурное небо. Медленно поворачивайся вспять. И уходят в маленькую вакуумную вертихвостку вниз. Где бы вы видели, чтобы меченосцы ходили такими углами. Даже у меня здесь все. Вот. Лазурная вспышка. Сама картину кубы. Он сам засмеялся. Кубики, кубики. И стоит подметить, что меня, в принципе, легко рассмешить. Я надо всем смеюсь. Улыбаюсь, поэтому. Тяжеловато, тяжеловато. Но хорошее начало. В мастерской художника Гведона Вишневского. Отлично. Так, ну... Ой, тут много всего. Ну, я чисто куда-нибудь кликну так вот сюда. Давайте посмотрим, что это такое. Это какой-то уже другой образ. Что-то Эйнштейновское. Давайте. В наше время охота. Отступаем. Беги быстрее. Охота начала. Они думают, что мы какие-то индоутки, индюки. Зачем они охотятся посреди города? Игорь тоже начал охотиться. Взял себе двухсосное ручье. Мы шли со стовером сработать. И по нам был открыт огонь. Вот смотри. Ну, вы захотели поесть. Например, курицу. Ну, допустим. Или... Это, наверное, даже и не так смешно, но... Просто так, как он сказал. Курицу. Так. Все. Все. Дальше. Зачем по нам стрелять? Мы обстали бештексы. Вот ее охота. И тут охота. На белых вычинках веселых и смешных. Какой высотка. Так же. Они вообще не разбирают человека-то или упорочек. Они не то, что не разбирают. Они даже не собираются разбирать. Они гранатами, бомбами по нам. Сейчас будет авиаудар их. Авиаудар их берет второй круг. Пашка, беги. Бегите по добру, по здорову. Началась авиаохота. Про охоту. Ничего так. Ого. Почти два миллиона просмотров. Так, комментарии не читаем. Про рутину. Хочу сказать, мне нравится вообще исполнение, эскизы в стиле, значит, кассетной пленки. Музыка тоже в тему. Все, значит, не улыбаемся, не смеемся. Все, что я делаю, ерунда. Просто ерунда. Зачем вообще я устраиваю? Зачем я работаю? На каких работах я хожу? И такси. Я захожу в трамвай, троллейбус. Везде все одинаковые. То же самое. Все вокруг одно и то же. Одно и то же по кругу. Вот как на стадионе, наверное. Давайте разберемся. Может, мы поможем вам чем-то. Да не надо мне помогать. Это вы себе помогите. Все уже. Все. Все одно и то же. Каждый год. Я уже неделю на работу хожу. И ни разу еще туда не пришел. Для кого все это? Для вас. Мы стараемся, делаем. У нас четыре корпуса нашего дни. Я не знаю, сколько там людей работает. В общем, есть четыре корпуса. А толку никакого. Мы изобрели какой-то провод странный. Зачем он нужен? Пять лет работаем на дне. Очень он жизненно это сказал. Я даже, кажется, знаю кого-то, кто тоже так говорит. Про работу. Про толк в работе. Так. Миллион просмотров здесь, значит. О, это какой-то другой образ. Так. Не смотрим комментарий. Называется «Загадка дыры. Дело Зинки». О. Какое вступление. Огонь, воду с медными трубами вышло не очень. Молодая управляющая отделением нейдротранспонтологии Зина Кашина была засасана в трубу по халатности Игоря Анатольевича Катамаранова. Слышь, полковник. Мне нужен адвокат. Где-то здесь расположились ее бедра. Зина. Отсюда видно, на том конце установили компрессор. Будут Зинку выпуливать. Она полетит в тот небоскреб. Небоскреб? Где там небоскреб? Установили матрасы. Что стоит? Что у нас? О, о, там она. Никаких гарантий до сих пор никто не дает. Да и какие они могут быть здесь гарантии? Женщина в трубе. Дела ее не очень. Господин милицейский. У нее право на личный звонок. Женщина в трубе. Дела ее не очень. Я почти еще засмеялась. Катамаранов ушел за грибами. Ну, действительно, меня поражает то, как он перевоплощается. У него даже голос меняется. Это считается? Это не считается. Это не считается. Я даже не смотрела ничего. Это не считается. У меня еще две попытки осталось. Так что поехали. Это что, болото? Пошмак нормальный. Ну, молодец. Конечно, товарищ. Он, получается, для того, чтобы снять это видео, он в реальное болото, что ли, нырнул? Или они там просто лужу такую сделали? Хорошо, когда есть друзья. Вот у меня есть несколько. Ну, такие дорогие. Как золото мне. Леш. Такие дорогие. Все, значит, одна попытка осталась. Надо собраться. Все. Значит, грустные мысли. Васька упал. Соком напился. Что делать-то? Соком напился. О, вот она. Спасение. Отоймите. Вы его сотрудника погубите? Да подождите, Виктор Сергеевич. Опа. Опа. Все, все. Это считается? Нельзя вот один раз взять, сконцентрироваться и не смеяться. Невозможное дело вообще. Ой, ладно, ладно уж. Ну, раз уж такие дела, раз уж я уже проиграла, то я, наверное, просто еще одно какое-нибудь видео посмотрю и все, на этом закончим. Так, давайте какой-нибудь новый образ найдем. О, парик у нас. Рок-звезда. Так, не читаем, не читаем комментарий. Шляпная татуха. А сегодня забиваю себе тату, хочу себе волчару. Это шершень, блин. Он бьет такие татухи, от которых малыхи падают в обмороке. Исполня, брат. Прошло несколько минут, блин, и уже вырисовывается волчара. Это что за дебильный, блин, предмет? Он вообще нормальный, блин? Ты что, свинью колотишь, блин? Ну хрена мне тухлые овчарки, блин? Мне нужны волчары, блин. Ты больше даже не на собаку-то и не похожа. На волка не похожа. Это какая-то обезьянка там какая-то. Вы что, ребята? Я опозорюсь перед пацанами, блин. Они начнут мне кидаться, блин, гитарами гнилыми без трун. Братан, братан, ну ты кисель, блин, you know? Вообще коллапс. Брат, у меня концерт на неделе, блин. Да нормально. Нормально? Ну нормально. Пацаны, как? Черняка, Катя. Я говорю, шляп, ты мне бабку лариковскую, блин, забил. У меня с малыхами сведухи тупица, блин. Братка, блин, это подстава. Я тебе говорю, он мне с малыхами, блин, кипятярится весь вечер. Короче, побыл сегодня в тату-салоне. Спасибо мастеру, блин, за то, что мне придется завтра ампутировать руку нахрен. Это какая-то, блин, лажа. Короче, ребята, это вообще отстойная история. Блин, блин, я забил себе вот какой-то таз тупой, блин. Блин, на че похожи, брат? На свинью, блин, кабана какой, братан. Я тебе кричу, я тебе в кипятярю, если вот эта шляпа не сойдет завтра, блин. Я тебе такие татуировки натуралочкой, блин. В области, блин, глаз нахрен. Я такую тему 7 лет рисовал у себя, блин, на задницу. Я тебе сказал, я переделаю. Я тебе переделаю, блин, меня не переделать. Я повидал рокеров, такие, блин, которые жрали собственные глаза в гаражах. Аля, улю, парни, тату, шляпа, блин. You know? Если честно, это, наверное, мой любимый образ. Вот этот вот рокер и инженер. Самые такие колоритные. В общем, это была моя реакция на Антона Лапенко. Лапенко, Лапенко, Лапенко. Надо будет разузнать, на какое слугу дарение ставить. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось. Я бы подписалась. Ну, что еще сказать? Молодец, парень. Креативно. Смешно. Душевно. Мне нравится, в принципе. Я, наверное, из пяти бы, из пятерщика поставила бы. Ну, пятерочку бы поставила. Спасибо большое за то, что посмотрели мое видео. Если вам оно понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч.